Субтитры сделал DimaTorzok Камерой пользуюсь уже полгода Может год уже Наверное год Да, с прошлой осени где-то Такой защитный бокс Есть Водонепроницаемый Где-то находил, читал Что вроде бы до 30 метров Защёлкается Звук плохо проводит Понятно, что мало что слышно Есть кнопка включения Выключение камеры А также нажатие на паузу И продолжение Плей и пауза То есть можно под водой её запустить Остановить Запись Как-то так А, крепление Короче тут такое крепление Один из минусов Одна такая штучка Крепёжная была Она прикручивается здесь К камере И потом вставляется В данном случае Я так Использую Как браслет на руку Камера на руке Если что-то надо там Снять, поснять Руками что-то делаешь Ничего не мешает И тут можно одновременно Что-то уже себе снять В чём минус То, что Одна штучка Вот такая сломалась Отлетела Где-то В игре На страйкболе За ветку зацепился Наверное Камерой Но держится на одной То есть Пока Всё хорошо Так Это одно крепление Крепление на шлем Или на голову просто Этой штучкой Можно менять Наклон Вот эти Зубчики Здесь И потом крепится То есть Наклон камеры Объектив Крутится Проворачивается То есть Если камера Используется Вот так Серая такая полосочка Если камера Используется Вот так То есть Картинка будет Вот так Снимать Всё хорошо Если она Поворачивается То ситуация Картинка На видео Перевернётся Для этого Объектив Поворачивается И Картинка Тогда уже Будет Нормальная Тоже самое Можно даже Верх ногами ее используют картинка будет у нас нормальная, не вверх ногами удобная такая штука есть в этом видеорегистраторе и экранчик, на котором сразу видно можно посмотреть, что снял как снял можно посмотреть куда камера смотрит и что она снимает в данный момент в комплекте у камеры была такая подставка на которой она продавалась стояла демонстрационно я с этой подставки сделал еще одно крепление, можно использовать для чего-то пообрезал лишний пластик тут она была такая квадратненькая также есть в комплекте для автомобильного использования то есть стекла такая присоска для стекла ну я сделал на грудь цепляется камера интересный ракурс получается надеваются шлейки на липучках сделал еще в комплекте велосипедное крепление на руль но я его с собой не брал он на велосипеде крепление это находится и такие штучки а еще одно крепление есть куча креплений всяких еще одно такое же самое крепление у меня сейчас стоит на дома на маске стрейкбольная тоже защитная защитная маска и там сбоку такое же самое одно еще есть липучки можно приклеить камеру какой-то поверхности такую доставочку как-то так также есть пульт дистанционного управления не знаю может кому-то он и пригодится но мне ни разу он не пригодился вот я так понимаю это улавливатель сигнала в принципе можно даже попробовать как он работает не работает можно сначала камеру включить а потом можно будет останавливать камера только включилась сразу начинает снимать причем без разницы она даже включить ее если в резетку или автомобильной зарядкой сразу начинает снимать надо остановить о пультом остановил запись этой кнопочкой я переключаю меняю качество съемки значит с пульта мы можем запустить съемку и остановить съемку и переключить режим съемки так еще на камере есть фото то есть такая кнопочка посередине моды ну и оно у меня настройках стоит что через 5-3 секунды оно сразу начинает фотографировать если там можно отключить включить функцию через 5 секунд вроде бы через 10 ну или с пульта фотографировать то есть вот 2 секунды прошло я уже что-то прикроет короче на каком расстоянии она работает честно не знаю давайте сейчас попробую выключить эту функцию автоматическую чтобы она автоматически не фотографировала режим фотографии размер это 16 мегапикселей 5 мегапикселей так не надо качество высокий средний низкий высокий экспозиция баланс белый автофото вот автоматическое фото 3 секунды 3 секунды 5 секунд 10 секунд 30 секунд и через каждую минуту она может фотографировать так ну выключим выход выйдем отсюда тут есть кнопки управления вот и теперь нажал на съемку остановил съемку кнопочка моды мы включили на режим фото и теперь фотографируем интересно с какого расстояния она работает я на вытянутую руку сейчас фоткаю сейчас поставлю камеру и попробую отходить чуть издалека ну это сейчас где-то полтора метра два метра интересно что будет если развернуть камеру ловит не ловит не ловит ловит короче примерно как-то так поехали в комплекте есть зарядка в сеть и зарядка автомобильная в принципе это все ну тут еще у меня есть монопод самый простой дешевый 120 гривен когда-то поставил тут прокладку из кожаной кожи она не садилась так бы как хотелось вот так накручивается тут потом есть еще такая штука которая подкручивает камеру я подкручиваю вот так до середины потом подкручиваю этой штукой и потом еще раз проворачиваю камеру засильно так чтобы она плотно была этой штучкой вот 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 именно здесь вот такая барашка там внутри это сейчас болтается вот этот зажим я разжал это мы заставляем как хотим камеру и тут ее так зажимаем тут она так вот разлаживается тоже удобно когда надо себя снять можно камеру как-то повернуть наклонить по земле что-то снять труднодоступные места заглянуть удобно интересная вещь сзади есть такая штучка где место для разъема пупырышка открывается а флешкарта флеш флешка тут у нас есть сейчас камеру включу разъем usb для соединения с компьютера с компьютером разъем hdmi а да был еще кабель hdmi то есть к телевизору можно сразу ее подключать и смотреть еще один разъем не знаю для чего там что-то gps можно подключать что-то к чему-то куда-то не знаю и тут флешка в данном случае я поставил на 16 пик 10 класс сказали что для видео как минимум надо встроенная память есть? нет встроенной памяти нету и еще минус это аккумулятор находится то есть внутри нету аккумулятора съемного с каком может работать нам стоп? ну типа заявлено было сначала где-то около 2-2,5 часа в режиме видеосъемки ну в принципе где-то она так у меня и держит я там плюс-минус нажимаю на паузу потом снова снимаю то где-то так она и держит в принципе сейчас может она и меньше держит уже часа 2 может полтора интенсивной съемки что ты скажешь насчет цены и качества стоит она этих денег? я думаю что стоит она недорогая удобная непривередливая угол обзора горизонтальный 75 градусов вертикальный 55 градусов разрешение 1920 на 1080 HD 1080 Full HD с чистой кадров 30 секунд 25 секунд видеоформат Move возможность подключения внешнего GPS модуля это тот разъем о котором я мало чего знаю видео оно записывает циклическое тут написано слово циклическое запись с длительностью файла 2-5 минут я всегда включаю на 5 минут то есть 5 минут прошло и оно дальше начинает снимать снова 5 минут такие 5 минутные видеоролики непрерывная съемка идет допустим в течении часа это видео разбито по 5 минут что происходит когда память полностью заполнена оно удаляет предыдущие ролики да походу оно удаляет предыдущие видеоролики но этих 2,5 часа пока оно будет снимать не хватит чтобы заполнить все эти 16 гей но можно и отключить эту функцию которая это самое это вот я включил но это что типа оно циклически идет оно заканчивается память и начинает стирать и записывать нано но можно отключить и оно будет удалить допустим первые 5 минут то есть не весь видеоролик знаешь удалить здесь а первые 5 минут и так дальше ну 16 гей я еще ни разу не заполнял я не помню сколько за игру вот за этих 2,5 часа оно ну что-то у меня было вроде бы до 8 гей я максимум заполнял эту память а тут написано питание встроенная литий-он батарея 1200 мА ее можно заменить ничего об этом не сказано и я без понятия может камеру нужно разбирать как-то не знаю или ее можно заменить интерфейс HDMI USB 2.0 видео-выход SD-карту поддерживает до 32 гигабайт да вот на глубине подводная съемка до 30 метров немного расскажу по меню ну то что знаю кнопка включения и выключения нужно держать 3-4 секунды то есть нажали держим включилась сразу снимает это нам говорит вот эта вот красная мигающая точка остановить видео тоже на вот эту точку средняя кнопочка у нас переключаем в режим фото и снова в режим видео запустить видео идет один звуковой сигнал остановили другой звуковой сигнал удобно для удобно чем когда на голове на шлеме я уже на автомате знаю где эти кнопки только нажимаю и слышу по звуку у нас началась запись или остановилась запись потом вот так вот откидывается у нас сам экранчик тут у нас есть еще 4 кнопочки меню переход в режим просмотра фото видеоматериалов и влево вправо и так попробуем нажимаю сначала на эту кнопочку и так мы зашли просмотр фото просмотр видео опускаемся вот этими кнопочками вниз ну влево вправо вниз вверх просмотр фото просмотр видео g сенсор видео нет файлов ну это наверное оно типа как видеорегистратор на движение если есть движение то камера снимает нет движения не снимает ни разу не пробовал ни разу не экспериментировал как оно работает не работает ни разу ну мне это не нужно в принципе циркуляция видео это тот режим в котором в данном случае я и тут они пронумерованы они 2,3,4,5,6,7 и так дальше это вот те видео что циркулируют 5 минут у меня так мобильная видеозапись моб видеозапись нет файлов это наверное просто нажал и оно снимает 15 минут 20 сколько надо наверное не знаю короче просмотр фото есть какие-то фото а да ну то что мы так же фотографировали у фотографии больше видео угол обзора у видео меньше что-то нигде об этом не сказано так с этого меню мы вышли ой с этого просмотра только заходим в меню тут у нас есть режим фотографии режим видео и настройки итак режим фотографии нажимаем размер то есть 16 мегапикселей там это 4618 на 3464 я так понял мегапикселя да точечки ну и 5 мегапикселей короче это такое качество высокий средний низкий высокий экспозиция короче оно у меня постоянно на нуле не заморачиваюсь баланс белый авто солнечно пасмурно вольфрам полу оресцентный полу оресцентный не часто такое слово говорю авто оно у меня стоит в режиме авто и автофото снова сделаем на 3 секунды так выходим назад чуть отсюда режим видео размер сейчас поставлен у меня 1080p на 30 ну 30 кадров в секунду попробуем поставить 720p на 60 кадров секунды экспозиция ну изменения я увидел стало светлее более светлее картинка и так более темнее это в более темных помещениях допустим можно поправить экспозицию баланс баланс белого а стоп а ну да для видео уже баланс белого тоже тоже стоит авто громкость микрофона уровень 4 ну максимальный длительность видео выкл 2 минуты 5 минут электрофона электростабилизация изображение вот было у меня всегда выставлено на выкл что это такое я пока еще не ощутил не понял как оно работает стабилизирует оно или не стабилизирует что-то без понять я нажал открыть типа стабилизирует как на стабилизирует правда не знаю так и датчик движения выкл есть 30 секунд 1 минута 3 минуты как он работает пока не знаю нажимаем выкл датчик движения и общие кита настройки язык русская чё русская да русский короче формат ну типа отформатировать да нет нет настройки времени 1546 все верно выкл дисплея 30 секунд 1 минута ну в режим переход в режим ожидания то есть экран она видеосъемка идет экран переходит ну становится темный и продолжает снимать чтобы увидеть что снимаешь и можно просто нажать на любую кнопку и экран просто засветится будет видно снова картинку которая снимает так я настроился на одну минуту мне этого достаточно так настройки по умолчанию в принципе все а есть еще такая у нас кнопочка как крыса но нужно чем-то тонким туда нажать насколько прочный пластик ронял ее бил когда-то ударяло что-то ударял она у меня была на шлеме я сначала делать такой несколько раз белл с этим защитным корпусом чтобы не повредить ну как всегда новая вещь хочется чтобы она была прослужила а потом это самое и на свой страх и риск начал бегать без этого без корпуса этого ну потому что звук звука нету а все таки звук тоже интересен на свой страх и риск почему потому что когда стреляют могут попасть раз и все камеры не будет уже слава больше ни разу не попадали ударялся в здание в стены шлем камера на шлеме и бывало цеплял ну то же самое в лесу кусты какие-то ветки цеплялись вот за ветки вот поломалась эта штучка такая же самая штучка была как эта так что падать вроде не падало пластик вроде бы нормальный качественный ну такая качественная добротная все претензий вообще никаких нету конечно если упадет объективом вниз то бедабли это с любой вещью тут заметил написано что угол обзора 170 градусов это фото по идее фото потому что видео там 75 градусов делать такую руби глаз картинку всем спасибо за внимание пока